Рубрику давно не запускал, поэтому в этот раз вопросы с поста в Инстаграм. Вообще, я изначально написал, что отвечу на 5 вопросов с наибольшим количеством лайков. Но вопросы реально есть интересные, и чем больше лайков, тем больше будет съемок. Я опять морально, эмоционально, физически готов снимать, было колоссальное количество работы, нагрузки, корона, ну не скажу, что прям пипец, я там сильно болел, нет, я нормально, я легко перенес, восстановление тоже прошло, в принципе, все адекватно, поэтому, ребят, давайте, немножко вашей поддержки, и все будем снимать. И погнали, первый вопрос. Руслан, ты обещал обзор доставок еды, и где они? Ну, я их снимаю, я их кушаю, снимаю, одна доставка, это одна неделя, как-то, знаете, для себя понял, что, наверное, самые смотрибельные ролики, там, где все все обсирают, вот я так, насколько понимаю, да, вообще, люди это любят. Я человек не такой, ну, люди делают, делают, ну, неплохо, то есть то, что мне не нравится вкус, там, доставка, которую я сейчас закончил кушать, это не значит, не понравится остальным. То есть, да, однозначный минус, я там поставил то, что очень много пластика в этой упаковке, прям ужасно, я считаю это, да. Я готов за более экологичный вариант заплатить, я считаю, это такая общая социальная ответственность для каждого, да, то есть я с камерой возьму, покажу, о чем я говорю. Просто вот, например, да, гофрагенетик, почему мы используем, к примеру, коричневую, да, она потому, что без окрашивания идет, из торсырья. Видите, тут написано, да, что одна тонна макулатуры, это 10 спасенных деревьев, это 30 человек обеспеченных кислородом, это экономия 20 тысяч литров воды, это 1700 килограмм углекислого газа, который не будет выброшено в атмосферу, да, это экономия электричества, тысячи киловатт. Эта коробка, генетика, именно в этой коробке мы поставляем продукцию в магазины, в сети, в ленту, в Ашан, не знаю, в спецмагазины, спортивное питание, которые с нами работают, чтобы они лишний раз, сотрудники, люди могли об этом задуматься. Наши партнеры в этих коробках уже свои заказы иногда пересылают, упаковывают, вот. Это маленький вклад, но у каждого должен он быть, но это опять по вопросам всякой экологии, не очень интересно вам, поэтому, в общем, доставки, обзоры доставок снимаю, постараюсь никого специально не обижать, сейчас про джимфуд я уже доел, следующая в плане у меня Level Kitchen, которую рекламирует Денис Гусев. Так, вопрос за золотую эпоху бодибилдинга, а именно по Арнольду Шварценеггеру. В его лучшие годы, начало-средина 70-х, ту форму, что он имел, и побеждал. Сейчас бы он хотя бы войти в тройку на Мистер Олимпия, или все же нет, и почему? Александр, ну, конечно, нет. Если мы говорим про бодибилдинг, открытую категорию, ну, там бы ему не хватило мяса. В той форме, в которой Арнольд выступал в лучшие годы, он бы, наверное, даже не смог выиграть ни один любительский турнир, дающий право квалификации или получения про-статуса, если мы говорим про бодибилдинг. Если мы говорим про категорию классик физик, с той формой, более просушенный, более жесткий, да, он бы мог в классик физик однозначно выступать и наверняка даже победить. То есть мы получаем стопроцентную такую-то логичность появления категории классик физик, которая популярна, да, в которой вот Рома Халюлин выступает, да, что золотая эра, 70-е, поэтому Дарвин Шварценеггер с достаточным доведенным хорошим качеством в современном мире, с современными методиками и препаратами мог бы быть победителем турнира Мистера Олимпия в категории классик физик, в категории именно бодибилдинга золотой эры, в которой представителем он и является. Говоря про бодибилдинг открытый, нет, он бы и на России не выиграл. Грушевые, очень вкусные. Когда Руслан порадует основной прической? Не знаю, мне кажется, что я обрасту, и тут будет такая залысина, и это будет выглядеть не очень здорово. Еще у меня сейчас опять почему-то обострение очаговой аллопицы. Кто не знает, такая штука, когда волосы выпадают, там, в затылке можно такой выпасть, плешью. В общем, наверное, кто-нибудь кайфанет, конечно, такого вида моего, но там пара мест тут есть, где я чувствую поредение волос. У меня эта штука с 5 лет. Причина неизвестна у этого заболевания. Ну вот, то есть у меня в 5 лет выпадают волосы тоже. Мне очень-то комфортно для ребенка. Хотя это более некомфортно для родителей. Родители очень переживали, по врачам таскали. Я как-то очень быстро забил болт на это и смирился. Ну а потом, когда я стал постарше, в возрасте, наверное, лет 20, родилась гениальнейшая идея побриться наголо, пользуясь станком. Сейчас спрашивают, чем я бреюсь станком. Через день примерно. Такими джилетами пишешь. И прям все супер. Я очень доволен. Экономлю это время. Экономлю на стрижке у барбера. Сколотил состояние. Вот вы стрижетесь там за полторашку в месяц. Я каждую полторашку складываю в инвестиции. Реинвестирую прибыль. Сейчас им модно про инвестиции говорить. У нас я как-то не открою. Сейчас, ребята, то, что вы знаете, Гусева. И он почем-то говорит. Это не значит, что я говорю про него. Хватит. У Дениса хотя бы из всех известных, более не культуристов. Реально у него нормальная машина. Возможность хорошо питаться, путешествовать, выступать. Он реально зарабатывает. Не знаю, сколько, понятия не имею. Но, так скажем, в нем, касательно финансовой составляющей его жизни, меньше всего пиздежа. А вот еще 100-500 качков, которые говорят про инвестиции, про деньги, про акции. Это дичь. Просто отписывайтесь от них сразу. У этих людей нет денег. Они не знают, как зарабатывать. Они их никогда не зарабатывали. Они несут полнейшую чушь. У них нет фундаментального образования. Уж если сильно хочется кого-то слушать, ребята, у меня как раз-таки образование фундаментальное. Я экономист по образованию, по одному из выше. И рынки ценных бумаг, да, те воли, проходили. И как специалист скажу вам. Если у вас нету хорошей, дорогой аналитики, которая доступа к ней, а у вас ее, скорее всего, нету, для этого нужно быть квалифицированным инвестором с достаточно хорошей суммой денег на брокерском счете, иначе у вас доступа к ней не будет. Не надо лезть. Прям не надо лезть. В акции лезть не надо. Есть более защищенные способы инвестиций, реально более прибыльные, чем банковские вклады. Вот варианты найти можно. Мы с моим партнером обсудим скоро, возможно, даже мы предложим инвестиционный проект, связанный с недвижимостью, с гарантами и так далее. Опять же, если мы посчитаем это необходимым, пока мы собственными средствами полностью обходимся. Итак, виды диет. Ой, ну это большой вопрос. Лайк не так много, поэтому отложу его, но он хороший, действительно, хороший вопрос. Вообще, чем отличается виды диеты? Коснусь, нет, хороший. Сбалансированные по БЖУ, низкожировая, высокожировая, еще есть низкоуглеводная, если так рассматривать. В чем отличие по воздействию состава, композиции тела, какие рекомендовал бы при натуральном тренинге с поддержкой? А, и с поддержкой. В частности, интересна низкожировая диета, пропагандируемая зарубежными проатлетами. Не видел низкожировой диеты как таковой, там ниже грамма никто жирать не опускается, может, кто-то считаетесь низкожировым. Вы не написали граммовки. Без граммовок сложно говорить. Я сторонник наличия не то что значительного, но адекватного количества жиров в диете, в обязательном порядке. Кето-диету считаю эффективной только для условно легких спортсменов, как я, то есть не супертежей, и то на первом этапе подготовки для быстрого избавления от основной массы жировых отложений. После перехода на низкоуглеводную сбалансированную диету. Балансированную диету полноценную считаю вообще самым лучшим вариантом. В любом случае, это самый логичный способ. Какие отличия на композицию тела? Да, понятно, что на кето вы более плоские. Меньше углеводов, меньше гликогена, меньше наполненности. Зачастую, не у всех, я в принципе на кето весьма наполненный, сам по себе остаюсь. Потому что, если уж быть честным, процесс глюконеогенеза никто не отменял, и если мы рассматриваем этот фактор, то даже на фоне образования высоковарных кетонов и перехода в кетозное состояние организма, то углеводы вы получаете. То есть без углеводов вы не существуете, в принципе, просто в минимальном количестве, но они есть, глюконеогенез идёт, это образование углевода из аминокислот, поэтому никаких проблем нет. Мозг не голодает. Да и к тому же, мало того, мозг даже эффективнее, чем глюкоза, и питается кетонами. Книги по нутрициологии посоветовать? Фу, честно. Я читаю разные источники медицинские, публицистику какую-то научную, и прям нету книг, которые я могу посоветовать бы. Я сейчас вспоминаю, прям из моей юности, книжка в мягком переплёте, даже не могу название смотреть, я её попробую поискать дома. Она мне за то время очень понравилась, она очень коротенькая, сжатая, без какой-либо рекламы, без воды, очень хорошая. Типа в плане, название такое, спортивное питание и витаминно-минеральные добавки. Ну, приятная литература, коротенькая, очень хорошая. Так, из последнего, что я читал, это Джейсон Фанга, «Дикий гормон», потому что тут хайп с этой инсулино-резистентностью был, её очень многие выкладывали. Хорошая книга, очень грамотная, я считаю, она никакого отношения не имеет с собой к фитнес-индустрии, тем более, если вы там нормально выглядите, у вас нет инсулино-резистентности, и бороться с тем, чего у вас нету, по методикам, изложенным в этой книге, нелогично. Но все любят хайповые истории. Но прочитать её стоит. Прочитать её стоит, стоит дать прочитать её своим родителям, это вот уже очень будет верно. Ну и при работе с клиентами тоже будет логично, потому что я думаю, что у многих клиентов вкратце какие-то проблемы ваши, если вы работаете в сфере фитнеса, то у вас-то есть, или вы сегодня начинающий любитель уже с проблемами с лишними живыми отложениями. Сколько употребляешь гейнера на наборе? Немного, всего одну порцию после тренировки, потому что, ну, я не знаю как. Я знаю всех по-разному, лично у меня после тренировки аппетита нету. Поэтому после тренировки я выпиваю порцию гейнера. Кстати, я пью не гейн-про, вы знаете, у генетики есть гейн-бро на сложных углеводах, где амарантовая мука, семена чия, овсяное толокно, в общем, очень сложный второй состав. Реально очень крутой, не имеющий аналогов в мире. Но я пью не его, я пью обычный масс-гейнер, сыворотка плюс углеводы, и еще закидываю капсулы ригевого жира, а в гейнер добавляю лецитин, чтобы в этом приеме пищи были еще дополнительные жиры. Считаю это более верным решением. Поэтому одна порция. И опять же, маленькая ремарка, если мы говорим про меня, то у меня нету периодов там сильного массонабора, вы прекрасно понимаете, видите, я довольно-таки плюс-минус в нормальном качестве всегда. Но, кстати, я чуть-чуть набрал жирка, пока питаюсь этими рационами. Хотя я заказываю рационы абсолютно низкой калорийности, 2500 калорий, к ним идет у меня сверху, наверное, калории 500 из протеиновых коктейлей. Но, походу, что-то там мудрят. С углеводами я прям чувствую, что я это... поджирел. Не значительно совсем, конечно, но поджирел, потому что тренируюсь тяжело, тренируюсь интенсивно. Первый курс для новичка, или понять, что фарма это твое или нет. Да, фарма точно не твое изначально, а просто какие-то цели ставишь перед собой, то, чего ты хочешь добиться. И зачем? Мне, чем фармакология импонирует, я почему не вижу смысла делать ее запрещенной, тем, что никому не делает культурист, употребляющий фарму, плохо. Ну, никому он плохо не делает, ни одному живому существу. Качается себе, тихенько кушает, поэтому не вижу проблем. Первый курс... Я бы вообще первые курсы рекомендовал составлять соло из каких-то препаратов. Не скажу, что это, наверное, супер каких-то легких, типа примы, нет. Дорого и не так сильно эффективно. Нет. Треба там сначала только тестостерон. 300-400 миллиграмм в неделю. Я бы использовал на первый курс в нынешнем понимании всего этого дела. Второй курс, может, провел бы там чисто на... на дролон-фениле. Да, потом, может, совместил, да, повысив уже суммарную дозировку недельную. Так бы двигался и смотрел. Какие три продукта лучше всего продаются у Genetic Lab? Какой хуже всего? Слушайте, я вот прямо сейчас не скажу вам отчет точный, я не помню по позициям, но будет формат, примерно так вам скажу, первое место сывороточный протеин, второе место креатин, третье место BCAA, или там гейнер будет там же, еще прямо в этот же топ. Я был удивлен, что соевый протеин клубника находится в топ-10 продаж. Там же глютамин, элькарнитин, коллаген, это вот топы. Продается хуже всего. Фу-фу-фу-фу. Изолят мало уходит, люди не готовы платить, не хотят. Хотя я в принципе согласен, что соотношение цена-качество у сывороточного протеина выше. Ну это логичнее. Но опять же есть клиент на всегда более, так сказать, премиальную продукцию. И у такого бренда, как Genetic, должен быть изолят. Сейчас мы проводим его реновацию, так скажем, удавляем вкусы, расширяем линейку вкусовую по изолятам. Что еще там немножко продается? Это даже сложно сказать, ведь мы стараемся не запускать непродаваемые позиции. То есть хуже это в соотношении, наверное, можно говорить с топами, но логично, что препарата для печени будет продаваться меньше, чем креатин в разы. Потому что креатин стоит дешевле, людям привычнее его пить, купить там пусть супер крутой, намного превосходящие аптечные аналоги продукт для печени нужно еще сообразить, состав прочитать. Актуальный вопрос шмот для качков. Норма одежды, хрен найдешь. Ну, такие футболки есть на сзади винотик. Какая-нибудь крутая, принт приятный. Не знаю, то ли я не качок, но футболка, в принципе, футболка, футболка. Тут чуть-чуть лекалы изменены под атлетичное телосложение, так сказать. Чуть-чуть приталенное, чуть-чуть рукава сделана, хорошо. Вопросом... Сейчас шмотки майки шьем под баскетбольные сетки, как я привез с чемпионата Европы МПС-шного. Вот ждем-ждем их на днях. Небольшой объем поступки продажи. Поможет ли слив крови при гематокрите? Крит. При гематокрите? Да, конечно, поможет. Он снизит уровень гематокрита. Прямо фантастически сильно, но снизит. Но опять же, понимаем, кровотворение будет дальше происходить, и он повысится. Поэтому нужно вопрос решать не только в моменте, чтобы снизить риск от высокого гематокрита, но все-таки решать вопрос и в целом улучшать питьевой режим, пить больше воды, регулировать свое питание. Ну и, конечно, смотрите, если вы применяете допинг, смотрите, какие препараты у вас, которые сильнее всего влияют на гематокрит. Зачастую это болдынон, больших дозировках. Как максимально удержать мышцы при дефицитах калорий без фармподдержки? Это минимизировать стресс, хорошо спать, полноценно, хорошо питаться белковой пищей, овощи, качественные белки. БЦА однозначно очень сильно помогают удержать мышечную массу, как антикатаболик срабатывают сильно. За счет лейцина БЦА все-таки очень высокий анаболический статус в организме поддерживается. Лейцин именно является анаболической составляющей сочетания из лейцин и лейцинвалин. Поэтому припятаясь к всему массажей, отдых, не переутомляться в зале, не заводить себя в сильный катаболизм. Ну, с дурашкой, конечно, все не так просто. Поддерживает уровень амонов своих на должном уровне. Это опять же вопросу стрессов, содержания минеральных минералов, витаминов в вашем организме. Возможно, использование тестобустера, улучшающего общего состояния мужского здоровья. Тоже поможет поддерживать мышечную массу на достойном уровне. Так, когда будет генетик продавать свои акции? Не знаю, он когда-нибудь думал про IPO. Видите, сам по себе генетик, он не требует дополнительных финансовых вливаний на движение и рост компании. Мы очень мало денег берем себе. Все практически инвестируется обратно в склады, в оборудование. Поэтому привлечение средств я даже не вижу смысла. Возможно, в будущем при расширении, при выходе на новые ниши и будет необходимость. Опять же, это будет через IPO, через выпуск собственных акций, которые можно в закрытых торгах продавать без размещения в свободный доступ и без открытой отчетности. Либо это были привлеченные инвестиции. Не могу сказать. Руслан, какие вопросы тебя бесят? Топ-3-5 глупых вопросов, которые задают тебе и как реагируешь. Остальные потом оставим на следующий выпуск. будет логично. 3-5 вопросов ну, самый он не глупый, он просто человеческий вопрос это как быстро накачаться? Ну, как я не злюсь, а как я реагирую? Я отвечаю, что я не знаю. Потом пишут, ну, ты же, типа, качок. Ну, быстро, не знаю, ребят, я тренируюсь, по-моему, 16 лет. Это больше, чем половина моей жизни. За 16 лет, мне кажется, самый тупой на свете чувак может накачаться. Как видите, у меня, мне удалось все-таки. Вот, быстро нельзя накачаться. Накачаться можно любому. Фитнес уникальная технология, уникальный вид спорта, бодипилдинг, который позволяет любому изменить себя. Да, в разной степени. У одного из удаций чемпиона мира, у другого из удаций чемпиона края. Но в том, что любой может стать чемпионом своего края, гарантированно. Нету человека в генетике, не позволяющий стать первым на региональном турнире. Нет такого человека. Вот. А остальные вопросов, их много, они разные, и скажу, мне ничего не бесит. Блин, вот мне ничего не бесит. Я даже и не заметил особо. Вот. Ни на что. Не знаю. Может, привыкаешь, кстати, может, привыкаешь. Раньше как бы к хейту какому-то, к там, к нечестным, злобным высказываниям, немножечко неприятно их воспринимал для себя, а со временем это тоже забил абсолютно. Ничего не чувствую. Вот такие дела. Ну что ж, надеюсь, было кратко, надеюсь, было понятно. Возможно, было интересно. Я с вами прощаюсь, вы знаете, колокольчик есть в углу, лайк ставится здесь. Думаю, что вы подписаны. Раз вы посмотрели этот ролик, если поддержите друзья, мне будет приятно. Комментарии с вашими вопросами под это видео. Пока.